Очистим жизнь свою Будешь же тщательно внимать сказанному и не перестанешь читать и изъяснять От частого чтения мы получим много пользы Через это мы и в состоянии будем очистить жизнь свою и истребить в себе тени Таковы именно грехи и житейская забота, бесплодные и болезненные Как черния, с какой бы стороны ни коснулись его, уязвляет касающиеся так и житейские дела С какой стороны ни приступишь к ним, всегда наводит печаль на того, кто связывает себя ими и заботится о них Но духовные дела не таковые, напротив, они похожи на драгоценный камень, который как ни повернешь его Отовсюду увеселяет зрение Например, сотворил ли кто милостыню? Он не только питается надеждой за будущее, но наслаждается и здешними благами Он ничего не опасается и все делает с великим дерзновением Причем у него злое вожделение Еще прежде наступление царства Он уже здесь получает плод Слыша похвалу и одобрение от всех А прежде всего от собственной совести Да, таково и каждое доброе дело Между тем, как дела злые Еще прежде гиенны уже здесь мучают совесть Если ты грешишь, то подумаешь ли о будущем? Поражаешься страхом и трепетом Хотя никто не наказывает тебя Подумаешь ли о настоящем? Имеешь много врагов и живешь в подозрении И не можешь даже прямо посмотреть на обидевших тебя Лучше же сказать и на тех, которые не обидели От греха не столько получаем мы удовольствие, сколько скорби Тут и совесть попьет И посторонние люди осуждают И Бог прогневляется И гиенно угрожает поглотить нас И мысли не могут успокоиться Тяжело поистине, тяжело невыносим грех Тяжелее всякого свинца Кто сознает его за собой Тот отнюдь не может смотреть прямо Так Ахав, хотя был крайне нечестив Но почувствовав грех Ходил с подвигшей головою Сокрушался и скорбел Потому-то он и вретище возложил на себя И проливал источники слез Если мы будем это делать Если будем плакать, как Ахав И сожив с себя грехи, как защить То и мы получим прощение Аминь Аминь Аминь